Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. У меня такой вопрос. Мне 41 год, и вот сейчас я понимаю, что у меня скопилась такая копилка из бывших. То есть я опять практически с каждым человеком... Боюсь спросить, Алина, прям большая копилка? Ну, да, достаточно. Ну, на ушко шепните. Ну, не подсчитывала. То есть настолько много, что вы со счета сбились? Да, ну я не считала, если честно. Хорошо. Ну, даже те отношения, которые были серьезными, и расставания были достаточно такие жесткие, тем не менее я продолжаю поддерживать, не то что поддерживать отношения, я в любой момент могу набрать любого, практически любого из бывших, и, ну, спросить, попросить о какой-то помощи, либо, ну, то есть какие-то товарищеские отношения. Мои подруги, которые вокруг меня, у них такого нет. То есть если расставания были жесткими, действительно была прям любовь-любовь, они просто обрубают и все, и с этим человеком больше не общаются. У меня такой обрубленной любви нет ни одной. Я понимаю, что что-то, наверное, вот как-то это у меня связано, ну, что-то неправильное. Так это же хорошо, вы что, это же история о том, что у вас, вы такой человек хороший, понимаете, что у вас со всеми отношения остаются, это мечта, вы о чем говорите, этому радоваться надо. Алина, может, вы сами про себя не все понимаете? Вот да. Ну, сами подумайте, что такое, когда отношения обрубаются? Какие-то обиды, правильно? Правильно. Невозможность дальше подавать разговор, человека просто переклинивает. А вы такая душевная, такая замечательная, что мужчины, даже бывшие, да, настолько вас любят, что готовы с вами дружить и оказывать вам помощь. Гордиться этим надо. Спасибо. Обращайтесь, это наша работа. А, я согласна с тем, что тип любви зависит от детских переживаний. У меня было именно так, отец бросил нас, и я все детство его ждала. Теперь у меня всю жизнь складываются отношения только страдания. Как все исправить, спрашивает Татьяна. Татьяна, во-первых, я вам сочувствую. Во-вторых, всегда, когда у вас возникает ситуация, когда, как вы выражаетесь, вас бросает, ну, например, человек пропадает, не звонит, не надо к нему возвращаться. Вот прямо, если вы в начальных отношениях, вот на первом этапе чувствуете дискомфорт, уходите оттуда. Вообще, это такой критерий доверия к себе, да, когда человек не понимает, что за отношения, и он думает, ну, давай еще попробуем, сейчас будет понятно. Да не надо время на это тратить. Если вы сразу чувствуете, что вам некомфортно, что вам не очень приятно, это не оно, это не ваше. И не жалейте об этом, потому что, когда вы действительно будете иметь счастливые отношения, вам будет приятно и хорошо, у вас не будет такого состояния дискомфорта. Теперь, чтобы вам не было обидно, я вам расскажу про Джека Николсона. Ему уже очень много лет, и вряд ли у нее будет когда-нибудь семья, и никогда у него не было семьи. Когда ему было 16, он вдруг узнал, что его сестра на самом деле его мама, а его мама на самом деле его бабушка. Вот как бывает в таких семьях. И при всей его, так сказать, величественности и гениальности, он прожил очень, страдая, без семьи. Добрый день, Михаил, меня зовут Алексей, у меня проблема, не могу завязать отношения с девушками, не могу сделать первый шаг для знакомства, главное найти причину страха или еще что-то. А еще бывают вспышки злости и ненависти к женщинам, а то, что они меня не замечают, что мне с этим делать. Алексей, ну, короткий ответ идти к психологу. Длинный ответ вот какой. Почему так происходит? Почему многие стесняются? Потому что вы в свое время, когда вам было 5 лет, подошли к маме, и она на вас наорала. Я сейчас утрирую, я как пример просто объясняю. Она закричала, что тебе надо? Ты видишь, мать занята, вали отсюда, нет мне на тебя времени. И это было не один раз, и не обязательно с криком, просто вот вы подошли и вас послали, вы подошли и вас послали. Это закрепилось в психике. И теперь, когда вы подходите к женщинам, первая проблема, вы считаете себя неинтересным и недостойным, и боитесь того, что вы будете отвергнуты. Эта проблема касается и мальчиков, и девочек. Многие из них вообще не живут, как они хотят, именно потому, что они боятся быть отвергнутыми. Они не могут ни в любви признаться, ни подойти, ни сделать то, что они хотят, из-за страха того, что им скажут нет. А они уже испугались, когда им сказали нет много лет назад, и не хотят дальше переживать эту боль. Если коротко. Любовь, это когда хочется прикасаться Дмитрию из Москвы, то Дмитрию все было хорошо, видимо, с тактильным контактом. А вы знаете, что те дети, которых на руки не брали, в попку не целовали, они даже целоваться не любят? А знаете, что такое поцелуй вообще? Никто не знает. Поцелуй – это выражение кормления. То есть сам поцелуй родился из кормления еще зверей. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, меня зовут Виктория. Виктория, я есть внимание. Да, у меня такой к вам вопрос. Но я опущу моменты, что у меня с молодым человеком по отношению к нему, как вы сказали, выявил неврастеническое отношение. Друзья мои, дайте в терминологии невротическое. Неврастения – это другая история. Невротическое, хорошо, извините. Да, то есть он у меня достаточно адекватный молодой человек, полная противоположность мне. Но у нас была такая ситуация жизненная, что был сложный период, мы постоянно ругались из-за каких-то моих претензий к нему. И был момент, там, фактической измены с его девушкой, связи и так далее. Но когда я об этом узнала, меня больше всего, наверное, убило не то, что сам факт его измены с другой девушкой, а сам факт того, что, например, в их переписках он мне рассказывал про наши отношения, про меня. У них были какие-то такие доверительные отношения. После этого мы поговорили. Он, как адекватный человек, понял все с первого раза и сказал, что это была ошибка. Я поняла, какие я сделала неправильные действия, что я на него подзабила и себя вела неадекватно по отношению к терминологу. И вот вроде бы уже сейчас все хорошо, все нормально, но периодически меня накрывает вот эта волна, вот это ощущение того, которое я уже испытывал когда-то, когда узнал его изменение. И так как он, молодой человек, очень интересный, девушки все равно на него реагируют, липнут. И сейчас бывают моменты какие-то вот ревности, недоверия именно из-за этого случая. А еще ваш вопрос. Хотя я его очень люблю. Мой вопрос, как вообще в себе внутри вот убрать вот это вот. А мы сейчас берем за две секунды. Вы что будете делать, если вам изменят? Ну, это мой выбор, либо принимать, либо уходить. Еще раз, вы что будете делать, если вам изменят? Очень конкретный вопрос я вам задал. Я не знаю, как сказать. Вот поэтому вы и страдаете. Когда будете знать, перестанете страдать. Еще раз, что вы будете делать, когда он вам изменит? Заплачу. Я не знаю, как это сделать. Совет для любовь. Но я скажу другим, которые не хотят плакать. Если вы хотите перестать страдать и ревновать, очень простая история. Вас убивает неопределенность, потому что вы боитесь своих чувств, слабости и так далее. Когда человек знает, например, что если ему изменят, он уйдет, то, во-первых, он больше не переживает, потому что он знает, что он будет делать. У него есть конкретная определенность. Но самое главное, что его партнер тоже об этом знает и вообще никогда не изменит, потому что просто боится, понимая, чем это закончится. Для этого надо иметь, есть такое выражение, если бабушки были яйца, это был бы дедушка. Надо иметь характер, надо иметь определенную силу воли и уверенность в себе, чтобы так рассуждать. Но от таких никто не уходит, кстати. История такая, я полюбил и геи, правда выяснил, что он гей через 6 лет после совместной жизни. Он, наверное, все-таки бисексуал. Долгое время принятие прошло, мы дружим, муж для меня лучший друг. И все мои друзья сейчас геи, но сейчас не складываются отношения с гетеросексуальными мужчинами, которые меня не понимают как муж, как мои тонкие умные друзья. Как быть? Ну, может, еще одного гетеросексуала найти, хотя говорят, что они на 80% все-таки гомосексуалисты. У меня странный вопрос, может ли быть отличным мужом, надушным папой? Да, когда он ревнует вас еще к ребенку, это такая сложная психопатическая история. Друзья мои, насчет неврастении, есть астении, гиперстении, неврастении, это другая история. А мы говорим о неврозах. Добрый день. Добрый день. Меня Роман зовут. Вот у нас такая ситуация с бывшей супругой, то есть, что мы разведены. Есть дочка, ей сейчас вот пять лет исполняется. При этом есть разные взгляды на воспитание дочери. Она с ней, со мной периодически бывает, остается. То есть, мы с ней общаемся плотно. Можно сказать, что 40% времени она у меня, 60% у мамы. И при этом есть разногласия, допустим, вот я стараюсь научить дочь читать, потому что ей скоро в школу идти. А мама говорит, нет, это не надо делать, она сама всему научится. Она же научилась там говорить, ходить и так далее. Но при этом из-за отсутствия системы у нее, ну так или иначе, она не может научиться читать, если это делать там все равно как-то отрывисто. Вот как посоветуете в этой ситуации быть? Вам не понравится мой совет. Да, какая разница, он же совет. Я 10 лет проработал в школе просто. И? Школа предполагает, что ребенок приходит, как чистый лист бумаги, начинает по слогам читать. Так. Ваш ребенок научит, того чисто читает, придет в школу. А он уже будет читать бегло, 120 знаков в минуту, понимает смысл, прочитан. Что он будет в первом классе делать, расскажите мне. Ну, как-то можно развиваться, быстрее что-то читать. Он развивается, а школа продолжает. Сейчас мама мыла раму в течение получаса, чтобы он пальцем двигал по согласной-гласной связке и читал. А она уже у вас, сын, дочь у вас? Дочь. Дочь. А дочь уже у вас читает бегло, как я с вами читаю. И что мы будем делать? Ну, то есть это проблема системы все-таки? Это проблема абсолютно гнилой системы образования. У нас не об этом сегодня передача. Но и вторая проблема есть. К сожалению, вы с женой так отношения выясняете через ребенка. Понимаете? Ваши разногласия, как разногласия и неразведенных родителей, это всегда выражение конфликта между мамой и папой. И когда ко мне в консультацию приходят люди и говорят, я считаю, его закалять надо. Отец говорит, а мать говорит, нет, он должен быть укутан, он у нас часто болеет. Я понимаю, что дело не в ребенке и не в закаливании, а в том, что они через ребенка пытаются выяснить друг другу отношения. Просто будьте мудрее и уступите. Знаете, это история про царя Соломона, как пришли две женщины с ребенком. Каждый говорит, это мой ребенок. И Соломон сказал, давайте мы его разрежем и каждый половину заберет. И тогда одна сказала, ладно, отдайте ей. Вот та, которая сказала, он признал, что это она мать. Вот будьте этой матерью в виде отца и скажите, окей, если ты считаешь, что не надо, не будем этим заниматься. Для ребенка очень важно, чтобы не было разногласий, а не важно, кто из вас прав. Согласно со связью с детством, сама с мужем поженилась только потому, что буквально била себя по рукам, чтобы не добиваться его. Сейчас у нас идеальный союз, в котором люди живут рядом, не мешая друг другу. Растят детей, создают душевный комфорт, уют друг другу. Благодарна вселенной, что догадалась до своего трюка в 22 года. Было то, о чем вы говорите, любила пострадать, найти изъян, проблемы, объект ревности. Все это лечится интересом в своей жизни. Если есть чем заняться, счастье нашел внутри, то проблем нету. Пишет нам Анжела. На самом деле, да, когда внутри у человека что-то есть. Вот есть такая тема, друзья мои, называется одиночество. Большинство считает, что одиночество, когда рядом нет людей. На самом деле, дело не в этом. Дело в том, что даже маленький ребенок бывает, вы же видите, что он не может один в комнате остаться, он бегает за родителями. А другой может часами сам себя занимать. Вот тот, кто не может остаться, у него одиночество уже в его юном возрасте, потому что он сам себе не интересен. Он ему скучно самому с собой. И когда он бывает взрослый, из-за этой же проблемы он считает себя ненужным, покинутым и так далее.